Всех приветствую, продолжаем знакомиться с работами художников, скульпторов и биографии. Доминика Морелли, итальянский художник, который в основном создавал исторические и религиозные произведения. Морелли оказал огромное влияние на искусство второй половины 19 века, как директор Академии прекрасного искусства в Неаполе. Но также из-за своего бунтарства против институтов, черты которых расцвели в страстных, часто патриотических, романтических, а позже и символистских сюжетах его полотен. Морелли был учеником Винцента Петрачелли и Улисы Капутто. Я пользуюсь в Википедии. Родился в бедной семье в Неаполе 4 августа 1823 года. Его мать надеялась, что он станет священником. Его не по годам развитый талант был отмечен в 1836-1846 годах. Он был зачистлен в Королевскую Академию Изящных Искусств в Неаполе, где подружился с Франческо Альтамурой. Его ранние работы содержат образы, заимствованные из средневековых историй и поэтов-романтиков, таких как Байера. Получил стипендию для обучения в Риме. Морелли только что вернулся в Неаполе, когда в городе вспыхнуло восстание 1848 года. Он присоединился к протестующим на баррикадах на Виатоледо. Был ранен, чуть не убит и ненадолго заключен в тюрьму. Изабелла Андертон назвала Доминика одним из художников-воинов Италии. Группы, в которые также входили Филиппо Полиции, Телемако Синьори, Стефано Усси и Франческо Саверио Альтамуро. После того, как его выпустили из тюрьмы, вернулся в Рим. В 1855 году на флорентийской выставке он представил свою знаменитую картину «Иконоборцы». Участвовал во всемирной выставке в Париже. В 1855 году позже во Флоренции он был активным участником дискуссии Макьяолли по реализме. Морелли утверждал, что именно эти обсуждения сделали его собственные работы менее академичными и помогли ему выработать более свободный стиль и поэкспериментировать с цветом. В этот период его относят к «Школе реализма». В 1857 году он выиграл конкурс на проектирование декора церкви Санта-Франческо из Гаэтты, проект которой так и не был завершен. Морелли в конце жизни получил множество наград и отличий. Он был назначен почетным профессором главных Академии Италии и Европы, коммодором ордена святого Маурицио Илацаро, кавалер ордена короны Италии и кавалер гражданского порядка с собой. Среди его многочисленных учеников был Джузеппо Коста, Франческо Пауло Микетти, Витория Матео Корпес, Джузеппо Пашетто, Винчеста Монте-Фуско, Эльдорадо Тафана, Антонио Манчи. Морелли спроектировал фрески, написанные для гробницы Джакомо Леопарди, расположенной в церкви Сан-Виталии, в Ори Гротте, но они были завершены посмертно его зятем Пауло Вет. Умер 13 августа 1901 года в Неаполе. Ну вот так вкратце из Википедии о Доминико Морелли, итальянском художнике, который в основном создавал исторические и религиозные произведения. Пока-пока, до свидания.